Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сельская местность около деревни Луковец в Калужской области В шести часах автомобильной езды от Москвы Уже два года она привлекает повышенное внимание Как просто любопытных, так и уфологов Тех, кто посвятил свою жизнь НЛО Неопознанным летающим объектом 7 октября 1996 года здесь что-то произошло Энтузиасты считают, что это было падение НЛО Вышла, стою, грохотала Я долго грохотала, потом бросила грохотать Как копна, загорелось пламя Гореть Ночью уже дед поднялся и говорит Поднимайся, глянь-ка что Идеть, ну выше, больше, выше леса идеть И как месяц меньше, это больше месяца КОНЕЦ Мне уже это самое, я знаю, что, метеорит где-то упал или что там Ну, это неясно Говорили мне, что нашли, где он шел Ну, вот, в этом вот районе я это сам не видел А вот, ну, как мне говорили лесники Вот, срубы, ну, деревья, как падал, полоса такая Вот, ну, так друг другом смеялись Мол, вот теперь люди из Москвы ездят Теперь знаменитые места На нашу землю упало там что-то с небес Странные события, случившиеся в Калужских лесах Одно из многих, наблюдаемых во всем мире Интерес к этим явлениям и размышления над их природой Объединило тысячи людей Мнение скептиков Они легко контраргументируют Каждое новое зафиксированное явление Вдохновляет их еще больше Как ни странно, в России исследования НЛО И популярность летающих тарелок Оказались тесно связанными с политикой Коммунисты не любили НЛО Как и вообще все, что они не могли контролировать Между тем НЛО летали в советском небе Без пропусков и разрешений А значит, чем-то напоминали диссидентов Перестройка Горбачева открыла шлюзы и для НЛО Об этом явлении стало можно писать в газетах А сами летающие тарелки показывать по телевидению Граждане России проявили к НЛО повышенный интерес Как и ко всему, что было запрещено раньше Поэтому поначалу создалось впечатление Что НЛО стали посещать Россию чаще После того, как ее покинули коммунистические правители На самом деле частота визитов, наверное, не изменялась Изменилась лишь информация о них В 60-е годы мода на НЛО совпала с Хрущевской оттепелью Приоткрывался занавес не только над государственными границами Теперь разрешено было смотреть так же и на небо И многие смотрели на него с ожиданием Дай Бог пометил, в 4-м классе учился, когда запустили Гагарина А я был отличником таким, примерным мальчиком Я вскочил на парту и стал орать Ура! Почему? Ну это было время, вот так бы, так сказать, моего взросления, да? Связанное с космической эрой С освоением космоса Первые спутники, полет человека Это же романтика была Вся страна ликовала, когда вот встречали Гагарина на Красной площади Я помню, как я пошел туда с мамой Мы продирались через какое-то, значит, там, заграждение милиции То есть эпоха покорения космоса, как нам тогда казалось Вот-вот-вот близко, высадка на Луну, на Марс Освоение других планет и встреча с инопланетянами Огромное распространение хорошей тогда научной фантастики Которая, как бы, вот, описывала, предваряла вот эти все встречи Ну, это просто вот у меня и у моего поколения образовался целый такой психологический пласт Ожидание вот этого, как бы, космического чуда Александр Семенов относится к поколению шестидесятников Инженер по образованию, всю свою профессиональную карьеру он связал с ракетостроением и авиацией Сегодня он считается главным по тарелочкам в России Вокруг его ассоциации «Экология непознанного» объединяются все, кто серьезно занимается уфологией и паранормальными явлениями Приход профессионала в уфологию вовсе не редкость Первую в Советском Союзе официальную командировку по проблемам НЛО осуществил Валерий Бурдаков По распоряжению знаменитого Сергея Королева, шефа конструкторского бюро, которое разрабатывало советские космические ракеты Это была командировка в Ленинград, в Пулковскую обсерваторию, где был собран целый архив наблюдений НЛО в СССР в 20-е, 30-е и 40-е годы А Бурдаков работал в то время у Королева, как специалист по ядерным двигателям Я там набрал несколько десятков буквально сообщений с картинками, с рисунками, с фотографиями Про вот такие удивительные явления, которые наблюдались на территории Советского Союза Но НЛО были чаще всего это тела вращения О том, что небо Советского Союза посещает нечто непонятное и бесконтрольное, знали и Сталин, и шеф всемогущего НКВД Лаврентий Берия Но даже для большинства их непосредственных подчиненных это была совершенно секретная информация Сталин и последующие руководители Советского Союза относились к проблеме НЛО довольно серьезно Разумеется, их интересовал прежде всего один аспект – государственная безопасность Да, точно так же, как и среди гражданского населения, среди военных Был в свое время произведен централизованный сбор информации по наблюдениям НЛО Вопрос, который руководитель разных, скажем там, родов, войск или там руководства Министерства обороны Задавали и себе, и своим подчиненным А воздействует ли НЛО, вот, ну, скажем, там, на систему вооружения Могут ли воздействовать или как-то влиять на них и так далее Да, так сказать, и могут иногда Населению Советского Союза знать о самой проблеме НЛО было не положено В газетах эта тема была закрыта Лишь высшие государственные лица и доверенные академики могли получать переводику об НЛО и спецхранам При Сталине само упоминание НЛО находилось под строжающим запретом Поэтому автор советских космических проектов Сергей Королев, наверное, немало удивился Когда узнал, что вождь народов проявляет интерес к этому вопросу В 1948 году совершенно неожиданно Сергей Павлович Королев получил приглашение Ему не сказали, что он к Сталину идет, а просто в Кремль Вот, приглашение Когда он туда пришел, ему показали, что вот там стол большой расставлен На столе документы, ну и шифровки, и телеграммы, и, значит, печатные материалы, и газетные материалы Вы должны тут это все смотреть, никуда не ездить, это никуда мы не даем никому Вот, вот там есть помещение, где оборудовано столовую, можете кушать, там спать, там и так далее, и так далее А выходить отсюда нельзя и смотреть только здесь, и только вы должны Вот он вроде там два или три дня находился, анализировал эти материалы И потом доложил, выходит Сталин с трубкой, все, это не оружие потенциального противника Первое Второе, что это явление требует изучения, оно очень интересное Оно в связи с тем, что мы вот сейчас будем выходить, будем заниматься ракетами И будем выходить за пределы атмосферы, то есть за 100 километров на поверхности Земли Вот, это все нужно знать Главный вопрос, который волновал Сталина, идет ли речь об угрозе Сталина, скорее всего, устроил ответ Королева У него были кое-какие основания опасаться того, что неопознанные летающие объекты творения человеческих рук В конструкторском бюро Королева лучшие, чем где бы то ни было еще, знали о последних достижениях в ракетостроении После Второй мировой войны лучшие советские ученые были срочно командированы в Германию С тем, чтобы на месте изучить заводы, где производились нацистские ФАО-2 И чтобы обработать архивы в этой области В Европе же шла настоящая охота за мозгами Многих ракетчиков перевезли в Советский Союз Они тут в районе города Сташков, даже у них было там сделано специальное КБ И я даже работал вот в секторе Королева на фирме Работал в секторе Удодинка А вот Владимир Юрьевич Удодинка как раз там командовал этими немцами Там присматривал за ними И вот он там довольно много мне рассказывал В том числе он мне рассказал, навел на те материалы, которые я потом нашел в архивах В открытых архивах, в библиотеках Связанных там не только с ядерной энергией, с разными видами летательных оправд Но и с термоядерной энергией И с такими далекими перспективами, о которых тогда даже и не говорили Но спутник Земли, спутник Луны, двухступенчатая ракета Ведь тоже Вернур фон Браун Это же был не только, так сказать, фашист и инженер, работающий на войну Орудия возмездия, это же ведь военные заставляли его делать Там двухступенчатая ракета для бомбардировки Нью-Йорка Раз двухступенчатая, значит, можно было запустить спутник И они над этим работали Ракета ПАУ-2 стала прототипом первой советской ракеты Р-2 Монумент, изображающий ее, сейчас стоит при въезде в город Королев Именно в Третьем Рейхе возможно происходили события, представляющие немалый интерес для уфологов В небольшом городке Вевельсбург на самом западе Германии находился не только частный дом шеф СС Гиммлера Но и столица будущей мировой империи СС Именно в крепости Вевельсбург происходили ключевые встречи членов закрытого общества Анненербе Под эгидой которого велись все секретные проекты в Рейхе, в том числе и оружие возмездия Члены Анненербе часто были одновременно участниками тайных мистических обществ Германии Туле и Вриль Между тем, и Вернер фон Браун, и Шривер, и другие ведущие специалисты Рейха по летательным проектам состояли в этих обществах Всего несколько лет назад исследователи обнаружили следы архивов Анненербе в Москве До этого они лежали под замком в КГБ Вернер фон Браун и его ракета Фау-2 очевидно принесла миру куда больше загадок, чем мы о них знаем сегодня Но и разгадок тоже В том числе возможной разгадку знаменитой розуэльской трагедии 1947 года в США Штат Нью-Мексико в Америке Полигон Белые пески, White Sands Где испытывалось оружие возмездия немецкое, Фау-2 Вы знаете, что к нам достались только обломки и осколки этих ракет А Вернер фон Браун, когда, так сказать, сдавался сам со всем своим аппаратом американцем Увез с собой несколько десятков полностью собранных ракет Фау-2 Вот, и на этом полигоне эти ракеты просто-напросто испытывались немецкие В советском космическом КБ Королева, где работал Валерий Бурдаков Разумеется, внимательно следили за всем, что имело отношение к их работе Максимально детальной информацией ученых из КБ Королева снабжала советская разведка Первое, что сказали американцы, вот эта служба безопасности, что это упала летающая тарелка Но тут же нашлось очень много, так сказать, желающих это посмотреть Место огородили, кто-то там фотографировал, кто-то там пытался туда проникнуть Никого не пустили И тем не менее, как это всегда бывает, нашлись свидетели, которые говорили Да, действительно, там летающая тарелка Причем сделали там они, конечно, около этих остатков от Фау-2 Все, что надо, там вроде и трупы сгоревшие, и там все, что надо, так сказать Интересные совпадения И в большевистской России, и в Германии проявляют одинаково повышенный интерес к Тибету В России за связь с Тибетом отвечает известный художник Николай Рерих Охотный идущий на контакты с руководством спецслужб ОГПУ Между тем, как утверждают исследователи истории Третьего Рейха Нацисты заболели космическими идеями именно после своих экспедиций на Тибет Утверждают, что с Тибета были привезены даже изображения некой летающей тарелки Которая подтолкнула к практическим идеям германских инженеров Проанализировав техническую документацию, которая была привезена военными из Берлина И изучив на месте остатки оборудования на военных заводах Советские ученые сделали вывод В Рейхе действительно начали испытания летательных аппаратов дискообразной формы Один из них, сделанный румынским инженером Основывался на эффекте колебания, который применялся в России раньше конструктором Антоновым Но это был лишь статичный аппарат Он мог лишь вертикально взлетать и опускаться Второй аппарат, который тогда же еще был в виде модели сделан Это аппарат с дискообразным крылом Правда, я должен сказать вам, что, конечно, все это в России началось, а не в Германии Просто в то время очень были такие тесные контакты между учеными и Россией, и Германией Судя по всему, ученые в Советской России были накануне больших открытий в том, что касалось передовых технологий Первых проектов ракетостроения и нетрадиционных авиационных проектов Сталинское руководство это щедро финансировало и поощряло Но не потому, что Москва хотела первой успеть в космос Москва готовилась к войне Уфимцев сделал два самолета, которые у него назывались сферопланы С очень большим, так сказать, крылом, с большой площадью крыла У первого была круглая передняя кромка А у второго уже, так сказать, почти что, ну, большая часть крыла была похожа на диск Вот, и потом выяснилось, потому что прежде чем построить большой самолет, делается много всяких авиационных моделей Вот, и выяснилось, что такие дискообразные аппараты имеют целый ряд преимуществ перед аппаратами классической, ну, птичьей схемы И вот тогда, собственно говоря, и началась эта эпопия с дисками Это еще задолго до Германии По Версальскому мирному договору Германия после Второй мировой войны не имела права проводить учения, вести военные разработки, обучать офицерский состав Блокада для вермахта была прорвана Москвой Мир был обманут, но больше всего Москва обманула сама себя Немецкие и русские специалисты вместе испытывали отравляющий газ Зарин на московском полигоне Будущий шеф Люфтваффе Геринг обучался в Советском военном училище Не менее интенсивно шел и обмен между учеными и инженерами, работавшими на войну В 29-м году тоже наш, тоже, так сказать, российский ученый Борис Сергеевич Стечкин В журнале техника воздушного флота, основываясь на работе Циолковского О работе Жуковского, о реакции втекающих и истекающих струй водяных Разработал теорию воздушно-реактивного двигателя То есть нынешнего турбореактивного двигателя, который сейчас применяется практически в виде авиации В 29-м году вышла эта статья Стечкина А уже в 30-м году, в 31-м году, в 32-м году уже появились патенты Уже многие, вот Люлька, наш Архит Михайлович, академик, в Германии, так сказать, и так далее Запатентовали, стали патентовать вот эти двигатели уже так, как они были потом сделаны в металле Вот эти двигатели уже были реактивными Они давали довольно мощную такую струю Этот двигатель стоял на Мессершмиттах Вот такого типа двигателей, конечно же, вполне могли быть использованы для летающих тарелок И мы знаем, что некоторые из этих летающих тарелок летали Интерес к небу и космосу с особой силой вспыхивает в России в начале века В городе Калуга, около которого теперь собирают артефакты уфологи Школьный учитель астрономии Константин Циолковский придумывает идею многоступенчатого летательного аппарата Который способен будет достигать других планет Но мало кто знает сегодня, что послужило отправной точкой для этого изобретения Циолковский ожидает некоего часа Х, когда на Земле вдруг станет очень тесно Потому что воскреснут мертвые Это обещает в своем учении известный русский философ Николай Федоров Удивительно, но поклонниками этой мистической идеи были наркомы Красин, Луначарский Председатель ВЧК Дзержинский, да и сам Владимир Ленин Воскреснувших из мертвых понадобится где-то расселять Для этого и пригодятся другие планеты Многие большевики поверили в эту идею со свойственным им фанатизмом Именно поэтому появляется идея похоронить Ленина в Мавзолей Идея совершенно чуждая российским христианским традициям Мавзолей строится в виде пирамиды, вершина которого нацелена на общение с космосом, как и в Древнем Египте Вторая очередь, подлежащих воскрешению, замуровывается в Кремлевской стене Одновременно со всем этим главная спецслужба Новой России берет под свою опеку работу ученого Александра Барченко Результаты ее деятельности курирует лично Феликс Дзержинский Материалы о работе группы абсолютно засекречивают и передают в закрытый архив ВЧК Барченко погибает в тюрьме НКВД в 1938 году О его работе известно только то, что он открывает поля так называемой талурической энергии Современные уфологи считают, что НЛО использует эту энергию для своих перемещений Барченко собирает артефакты, посещая известные в 20-30-е годы в России аномальные зоны Весь фотоархив, собранный им, также навсегда исчезает в недрах НКВД Дзержинский уносит с собой в могилу тайну Александра Барченко Что же могло заинтересовать жесткого и прагматичного шефа Ленинской спецслужбы? И почему архивы по Барченко до сих пор закрыты? Специальные службы, любые исследования всегда интересовали и интересуют Лишь с практической точки зрения Впрочем, как и вся проблематика, прямо или косвенно связанная с НЛО Потому что НЛО способна приносить реальную пользу научному прогрессу В большинстве случаев летят, повторяю, бесшумно Процентов, наверное, 80 беззвучные полеты Это означает, что они окружены плазмой Или же окружены ионизированным воздухом, который просто как смазка То есть не возникает срывов воздуха Как вот с крыльев самолетов, например Этой проблемой в свое время плотно занимался ныне академик Авраменко Ремелий Федорович На основании этого, в частности, разработана была технология проекта Траст Траст, который был предложен американцам года, наверное, 4 назад Уникальный проект, связанный с новейшей противоракетной обороной Вот Американцы не пошли на совместное исследование Зато Пентагон получил, если мне память не изменяет 40 миллиардов долларов на 5 лет Чтобы догнать в этой области теоретически и практически наши разработки Субтитры создавал DimaTorzok Вечером 7 октября 1996 года Жители деревни Луховцы в Калужской области услышали страшный грохот Явления, которые они описывают, похожи на типичный случай наблюдения НЛО Огненный шар больше Луны и Солнца по размерам С того дня в деревне привыкли к странным московским экспедициям К десяткам людей, которые приезжают в эту местность, чтобы найти здесь следы пребывания НЛО Для участников экспедиции эта местность далеко не первое поле исследования Повсюду в России они ищут то, что называется артефактами Это своего рода вещественные доказательства пребывания в данной точке НЛО Так получилось, что я, потом Дима Курков и Коля Сорокин Мы переотстали от общей группы, которая начинала прочувствовать поле И вот когда мы стали их догонять, мы думали, что они это уже место прочесали, прошли Ну, просто идем, смотрим так, осматриваем камни периодически Потому что у нас было такое задание осматривать все камни Ну, при поднятии очередного камня, как раз Дима нашел, Курков Посмотрел, говорит, а, простой камень Коля говорит, да, его надо выкинуть Я сказала, нет, ребят, давайте его осмотрим, как мы должны осматривать внимательно все камни И вот, когда я стала осматривать этот камень, я как раз и обнаружила Вот это нечто, ну, у меня была такая ситуация, что это какая-то катушка, резьба Я так говорю, ребят, вы что, выкидываете, вы знаете, тут катушка, тут резьба какая-то Так называемые артефакты – давнее хобби ученого с факультета космонавтики Московского авиационного института Вадима Черноброва В институте он руководит конструкторским бюро Астра Многие из артефактов были обнаружены им на месте предполагаемой посадки нейлона Медвежьей гряди в Волгоградской области Под Калугой экспедиции Черноброва также удалось обнаружить нечто интересное На месте посадки НЛО, на том месте, где местные жители видели, как сел какой-то, значит, светящийся объект Мы обнаружили вот такой канал из сплавленного грунта Канал, прекрасно видно, что это трубка Значит, за счет чего образовался этот канал? То ли за счет удара сверхмощной молнии, то ли за счет заряда, выпущенного из этого объекта Есть ли здесь совпадения, я не знаю, но анализы показали, что для образования такой трубки Необходима энергия примерно на порядок выше, чем имеется в среднем Ну, в обычной нашей линейной молнии Мы пробежались по материаловедческим лабораториям, по институтам С просьбой, значит, дать заключение И если просуммировать общие выводы, то из этих выводов следует Что материал, такой материал не используется в земной практике Он не используется в механизмах Аналогов к этому нету Значит, время, когда этот механизм был сделан Трудно определить, но можно точно сказать, что это более чем несколько тысяч лет назад Можно ли придумать какое-нибудь более безобидное занятие, чем увлечение НЛО? По мнению Александра Семенова, который сейчас возглавляет в России ассоциацию экологии непознанного У всех, кто всерьез изучает НЛО, в жизни начинаются серьезные проблемы Это правило не знает исключений, к сожалению Все люди, которые начинают этим заниматься Интересоваться сначала, потом уж заниматься Все люди подпадают под некое давление Ну, как назвать, давление природы Давление феномена Давление каких-то таинственных законов, если хотите Какой-то, например, информационный, как бы, шельф След проблемы Приводит к тому, что люди, исследователи Начинают испытывать резкие изменения в своей жизни Ну, а поскольку человек так устроен, что, как правило, замечает Негативные изменения, как болезни, неудачи по службе Предательство друзей Наконец, собственную какую-то официальную, например, деградацию Редко люди замечают положительное, что встречается в неожиданной жизни То все исследователи так или иначе через это прошли И некоторые, я знаю таких людей, добровольно и официально отказались от дальнейшего продвижения Потому что, вот, сопротивление, условно говоря, или эффект вот этой вот Энергоформационной среды возросли слишком сильно Здоровья я потерял достаточно много Ну, не буду, скажем, пояснять, в каких именно частях тела Было много, так сказать, неожиданных ситуаций Такого семейно, так сказать, общественного плана Слава Богу, они все разрешились положительно Но просто трудности, которые, вот, приходилось преодолевать Такие чувственные Это правильно сказал, что это уже интимная, как бы, так сказать, семейная сторона Вот, они были очень большие Если бы не помощь близких, родных, понимания Наверное, я бы отказался уже давно от работы вот в этом направлении Людей, которые заново приходят к нам Начинают этим интересоваться Или совместно что-то делать Я всегда предупреждаю о таком эффекте Многие начинают его наблюдать быстро Другие почему-то не придают ему значения Но, повторяю, к сожалению, это правило не знает исключения Судьбы людей, серьезно посвятивших свою жизнь изучению запредельного Нередко складываются загадочно и, увы, трагично Российский исследователь паранормальных явлений Эдуард Наумов Был известным популяризатором В том числе информация по НЛО Он был убит при загадочных обстоятельствах В своей московской квартире Следов ограбления не нашли, как, впрочем, и убийц Таких случаев десятки в России Член-корреспондент Белорусской академии наук Альберт Вейник погиб ночью при странных обстоятельствах После того, как побывал в церкви Он исследовал парадоксы времени и НЛО В 91-м году у молодой и очень популярной в Грузии певицы Что-то не ладилось во время ее концерта в центре Тбилиси Она держала себя в руках Но не могла не замечать, что ее поклонники больше ею не интересуются Что-то другое привлекало их внимание Она героически работала Как на ее месте поступила бы любая профессиональная артистка Именно поэтому она не позволяла себе закинуть голову вверх до самого конца Как сделали это ее зрители Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пожалуй, это был единственный случай Когда НЛО заинтересовалась вокальными данными кого-то из землян И не постеснялась такого массового скопления людей на площади Общее впечатление же таково Что инопланетяне тарелки, если они и существуют Не очень-то ищут контактов с землянами А вот жители Земли, в отличие от пришельцев Уже много лет мечтают о таком контакте Люди смотрят на небо с ожиданием Скорее всего, это просто страх одиночества у Вселенной Или надежда на решение тяжелых земных проблем Субтитры подогнал «Симон» Об НЛО можно прочитать в древних летописях И увидеть их на старинных иконах Сейчас перед вами православный храм в той же Грузии Это икона из XVIII века Похоже, люди давно уже встречают НЛО Они видели НЛО на протяжении всей истории человечества В манускрипте Тутмоса III, одного из величайших фараонов Египта Описан НЛО во время похода Тутмоса в Нубию Но он назывался «Светящимся летящим щитом» Еще раньше, по-моему, в путешествии воздушные из Икили Это вот, значит, в Писании описывают некий аппарат, что ли, там, какой-то вот тоже, чем на котором ты из Икили летал В средние века на небе наблюдались различные парусники Ну, люди всегда искали аналог каким-то, значит, небесным явлением, как его называли и так далее Допустим, «Полёт бабы Еги в ступе» Это вот тоже что-то вроде этого Ну, это просто материалов по тем временам Хотя они были у меня в руках, и я читал, так сказать, их Все-таки сравнительно, конечно, немного По отношению к, допустим, XX веку В конце 19-го мимикрии этого, вот, скажем, наблюдений воздушных событий тоже имело место И по всему миру, и данных уже больше, потому что пресса работала Какие-то там телеграфные агентства стали появляться В частности, вот, очень много видели дирижаблей Дирижабли, они летали, вот, и над Африкой, и над Америкой они летали В России, да и в Европе в начале века Факты наблюдения НЛО, в первую очередь, в виде именно дирижаблей Становятся все более частыми Это интересным образом совпадает с активизацией научно-технических работ В области авиации, даже зачатков ракетостроения Это продиктовано ситуацией Назревала Первая мировая война НЛО удивительным образом стараются не шокировать людей А соответствовать их представлениям о мироздании Поэтому НЛО обычно соответствует реалиям того времени, в котором они появляются Однако вопрос, что быстрее, человеческая мысль или форма НЛО остается открытым Так называемые летающие тарелки появляются только после Второй мировой войны А вот уже ближе к нашим дням последняя новинка Бельгийский треугольник Интересно, что он возник одновременно с идеей Идея треугольного НЛО, это инженерная идея Один из моих ближайших партнеров по ассоциации экологии непознанный инженер Игнатов Фактически идейно близок, инженерно обосновал возможность создания такого аппарата Идея создания аппарата, может быть, через 10 лет такой уже будет летать совершенно спокойно Пожалуй, для Игнатова явился полет над Бельгией Только подтверждением собственной теории Дело в том, что он изучал опыт Серла и других исследователей Которые в, дай бог памяти, в 60-70-х годах уже осуществили регулируемый полет аппарата С вращающимися дисками, регулируемый, то есть с возвратом Туда-сюда слетал И этот аппарат не может быть по-другому устроен, как только иметь три блока вращающихся диск Ну, просто для динамической устойчивости Летающий треугольник, который вы сейчас видите, по всем параметрам соответствует бельгийскому Но снят он на любительскую видеокамеру под Москвой Хорошо видна его низкая высота полета Внизу фары автомобилей Так что же появляется первым? НЛО сверху подсказывает своим видам различные идеи ученым на Земле Или наоборот, НЛО вовремя подстраивается под движение инженерной научной мысли В спорах о том, какова природа НЛО, инопланетяне или параллельный мир Есть еще одна очень интересная теория У нас существует очень распространенная точка зрения Во всяком случае, так сказать, в широких кругах ограниченных, так сказать, специалистов Что наблюдение НЛО — это наблюдение мыслеобразов Вот мыслеобраз — это некая материя Которая в результате определенных условий Как бы отечествляется Это не материя, а мысль, вот Она превращается в материю, как бы, ну, от вещества Целый ряд наблюдений и фотографий НЛО Даже как бы и подтверждает это Например, вот видел я фотографию, где НЛО в виде почти что диска Он как бы наполовину в видимости оказался Вот он как бы еще не будет... Аппарат щелкнул тогда, когда он как бы наполовину вот проявился в нашем частотном диапазоне Еще не совсем Мыслеобраз И вот эта вот материя приобретает вид того, о чем человек или человечество как бы думает Это интригующая теория Но как тогда объяснить повышенный интерес НЛО к определенным местам и ситуациям на Земле? Прежде всего, их особую любовь к передовым технологиям В Советском Союзе это выражалось прежде всего в частых появлениях НЛО около военных объектов, ракетных частей и частей космического назначения Байконур, это территория, как говорится, была очень хорошо охраняемая Там все эти службы были на большой высоте И вот, тем не менее, видели Даже Сергей Павлович Королев тоже один раз видел что-то такое похожее на летающую тарелку Очень высоко она, правда, была, с четырьмя лучиками И мне эту картинку тоже пришли И свидетели, которые рядом с Сергеем Павловичем стали, нарисовали Так что у меня собрано много всего НЛО собирают информацию о нас Мы об НЛО В России, в Москве Два раза в году устраиваются так называемые Зигелевские чтения Они названы так в память о Феликсе Зигеле Известном популяризаторе проблем НЛО в Советском Союзе в 60-х годах Поклонники НЛО в России Постоянно обмениваются информацией Сетая на несбыточность мечты из-за финансовых проблем О том, что создать полноценный мировой банк данных не удается Но на пути системного сбора информации встают и другие трудности Это трудности далеко не только финансового характера Яркий пример это авиация Ну вот лично беседовал и со штурманом с одним там И так далее Ну не буду фамилию называть, зачем Потому что давно все было Ну ну сказано, что да, их экипаж То ли, что наблюдало Все записывал, протоколировалось Связь, значит, с землей, борта, значит, была На предмет чего? Что вот они видят что-то там нестандартное Но когда они сели Когда нужно было уже писать официальный рапорт И рапорт класть на стол начальству Они решили этого не делать Похоже, Александр Семенов немного говорит и о себе Окончивший свое время Московский авиационный институт Он долгое время работал в структурах военно-промышленного комплекса Был причастен к разработкам и испытаниям советских ракет средней дальности СС-20 И до сих пор у нас нет уверенности, что он рассказывает нам все Что ему известно об НЛО Летчики те же, помалко потому, что их могут послать тут же на медкомиссию А для летчиков лишняя медкомиссия Это смерть Это их жизнь летать И вдруг скажут Да вы ненормальный человек Вот такая же история была с летчиком Апраксиным Которого тарелка дважды сбивала Его судьба закончилась как летчик Печальность Такая же была история с летчиком Копейкиным Испытателем, которого в Воронеже он возглавлял курсантское училище летное Ну его просто выгнали из армии За то, что он вот рассказывал о том, что с ним было Легендарная в Советском Союзе Летчица-испытатель Марина Попович В отличие от многих своих коллег Теперь может себе позволить редкую откровенность Тогда говорить нельзя было А поэтому я открыто сейчас говорю Что я видела раз пять, наверное Марина Попович была первой женщиной-летчицей в мире Которая преодолела звуковой барьер Слава Марины Попович в России слишком велика Чтобы ее рассказ не воспринимать с повышенным вниманием Знаете, раньше начальство считало О, нам только заикнешься, что ты видел объект Сразу это пропуск дурдом Что вы, позже сохрани Говорит, никто не говорил никогда наши летчики Психологически военным летчикам было нелегко Ведь именно им чаще других приходилось сталкиваться с НЛО И для них НЛО становились частью реальной жизни Муж Марины Попович, Павел Попович, также военный летчик Делился с Мариной своими переживаниями Если к командованию лучше было лишний раз не говорить о свиданиях с НЛО То в семье об этом говорить было можно Марина его не могла не понять Она видела НЛО сама не один раз Мой муж, например Они шли ночные полеты Потрясающие, мощные, военные Гарнизон летает, боевой Су-24 И вдруг против шерсти, против старта Идет звено каких-то круглых объектов мощных Прошли бесшумно в шок Прекратили полеты Через час они обратно прошли Так они прошли потом и над Германией И над Польшей И прошли еще где-то там, над Швейцарией Лично, как где-то были заезды, верно То есть пашут Хотя говорить об этом в военной среде не рекомендовалось Делать вид, что ничего не существует Было все-таки трудно В силу своей специфики Военная техника не могла не зафиксировать Непрошенных гостей Были ночные стрельбы Ночные стрельбы, тренировочные Летали летчики И вдруг только мишень Только бурелом, подполковник Нацелился стрелять Только нужно было на расстоянии двух километров Только нужно было подвести высоту Чтобы совпадали скорость, высота Там все подогнать На самолетном локаторе появляется светящийся объект Потрясающее дело И чешет Плывет прямо к центру И он видит это совершенно на локаторе у себя И что вы думаете? Он не уходит с курса Тарелка в лоб идет И он не уходит И когда остается уже меньше километра Уже столкновения неизбежные, скорости большие Тарелка перед самым носом уходит И он не растерялся И нажал на киноаппаратуру и фото И заснял Объект приближался очень интенсивно Значит, и стали Вот когда два километра осталось Два километра можно открывать огонь Значит, вдруг Все на прицеле Вернее, на локаторе Все метко перенеслось на этот объект Видите? Огромный объект Огромный объект Прям засветил весь локатор Самолетный локатор Засветил Но он не сдвинулся с курса Парень не ушел Продолжал снимать Только включил уже фотокинопулемет Фотоаппаратуру И снимает Это удивительно проявил мужество Этот самый большой объект Как бы поглотил все И удалился На локаторе остались одни метки Совершенно нет ни дальности Ни высоты Ни курса Целей Он развернулся У самого носа самолета Под 90 градусов Ушел вверх И скрылся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok НЛО все чаще показывается На современной России В отличие от прошлых лет Телевидение Охотно демонстрирует Зрителям летающие тарелки А поскольку видеокамера Есть уже в каждой третьей семье в России НЛО все чаще попадается И на видеозапись Вечером все гуляли На даче мы отдыхали с семьей Ну это около Балабаново Где-то 98 километров По Киевскому шоссе от Москвы И очень многие люди наблюдали Что появилась такая звезда Очень яркая Ну действительно необычно Потому что в то время Ну вечер был, но еще светло И звезд нормальных на небе не было еще А эта звезда очень яркая была Привлекла всеобщее внимание Ну у меня просто дома лежала камера Ну в доме Я ее взяла и сняла Я-то вижу, но я не вижу Не вижу я камеры, не вижу Она так как будто на месте стоит Не видно хорошо Мам, у нее прям орел какой-то Иди, да? Нет? Мам, отлично Она там на одном месте Стояла очень долго То есть я ее лично наблюдала В течение получаса Потом, ну все скрыли облака Вот А в 12 часов мы с мамой вышли ночью Уже когда темно хотели сравнить С обыкновенными звездами Ну как она на фоне их бы смотрелась Но к сожалению уже все в облаках было То есть ничего уже не было видно При коммунистах тема НЛО считалась нежелательной Возможно потому, что летающие тарелки Были им не подконтрольны Однако в стране была известна Аномальная зона в Пермской области Где часто появлялись НЛО Именно эта зона стала прототипом Знаменитой зоны в фильме Тарковского «Сталкер» Полковник Константинов Служил в те времена в генеральном штабе Имел дело с секретной информацией Касавшейся проблемой НЛО Сообщения с мест о фактах НЛО Шли довольно интенсивно Да, да Они приходили в центр Который занимался сбором всех сведений По всем вооруженным силам Касающихся Нашего Советского Союза Руководство Руководство докладывало Естественно руководство Министерства обороны Что было дальше Мне неизвестно Будучи военным штабистом И человеком педантичным Константинов аккуратно фиксировал Необычные, нигде не публиковавшиеся данные Уйдя в отставку Он на их основе собрал шесть книжных томов Таких наблюдений НЛО иногда доставляли советским военным Немалую головную боль Об этом вспоминает Летчик-испытатель Марина Попович Нападение было на ракетные установки Сгорал локатор Ни с того ни с сего Сгорели все зеркала Экраны локатора Были Ну и наши хотели стрелять Но ни разу не выпустили ни одной пули Заклинит В Московском военном округе Появилась строгая директива Которая запрещала открывать огонь Против НЛО Спокойно наблюдали Не лезли Потому что Была инструкция Не контактировать И постараться Не мешать Были же такие случаи Когда Летчика поднимали На Допустим Тот или иной Неопознанный объект Он взлетал Боли его Не наблюдался Усоты самолета Садился А Локатор Опять-таки Показывал Тот или иной Тот или иной Направление Где появляется Опять этот Предмет Вот Но Указание было Я вот сейчас припомнил О том что По-моему даже чуть-то не директивно О том чтобы Никаких Нападений Нарушений Или там Ликвидации Подобных Явлений Со стороны военных Не производить Получается что Правительство Предпочитало Решать проблемы С НЛО Самостоятельно Не решаясь об этом Объявить Международному Сообществу Это где-то было В 80-х годах В 80-х Или конец 70-х Вот так вот Вот просто сейчас Я не готов ответить Потому что надо Посмотреть Во-первых Все свои книжонки Все свои записи Но то что Что-то было Подобное Это абсолютно четко Вы Не вспомните За чьей подпись Ниги Это было Я имею ввиду Даже не конкретно фамилию А просто уровень Должности По-моему Начальник Генерального штаба По-моему И это Видимо Все-таки Был Огарков Явление Существует Дефакто Но официально Оно не признается Многие считают Что изучение НЛО Не сдвигается С мертвой точки В основном Из-за того Что этот факт До сих пор Не имеет официального Признания Несмотря на Огромное количество Наблюдения НЛО Что больше всего Угнетает Энтузиастов Уфологов Во всем мире Так это то Что с ними Не хочет сотрудничать Правительство До сих пор Сам факт Наличие Неопознанных Летающих объектов В воздушном И космическом Пространстве Планеты Официально Не признан Официально Это значит так На уровне правительства На уровне Президентов И так далее Вот они между собой Об этом говорят Как например Там Горбачев Там Срейгман Жене Об этом говорили И вправду Даже там чуть-чуть Попал Это в виде шутки Так На самом деле Это очень большой Международный фактор Почему он не признает Научным Ненаучным Почему он не признает Элементарь Чтобы противодействовать А защитить А защитить Как бы население От этого фактора Это правительство Не в состоянии Иначе правительство Расписывается Своей Как бы Беззащитой И так Так или иначе Вот эту многослойную Нам не хочется Задумываться Это когда мы Другой мир Это возможно Другое измерение Он говорит Я погнался Уже горючего мало Особенно не угонишься Развернулся И прямо иду в лоб Она висит Я иду Я побряцал там В общем иду Она начала уходить Я за ней Она начала уходить Я только прибавил Перешел звук Она раз вертикальная ушла Она говорит Ничем не перехватишь Это что-то необыкновенное Разумные поведенческие мотивы Если кто-нибудь будет говорить Что это просто шары Или какие-то облака Или какой-то болотный газ Неправда Но в любом случае Он должен докатиться До нашего лагеря Уфологи ищут следы Пребывания НЛО на земле Но они не знают Какова природа НЛО Каждый отвечает На этот вопрос По-своему Самая такая Как бы распространенная С точки зрения Вот Общественного потребления Широким массам Что НЛО это инопланетяне Вот и все Вторая значит корзина Такая Которая может быть Меньше Правильно трактуется Но тем не менее Она есть Это вот типа Параллельные миры Другие частотные диапазоны Сосуществования Как бы Вот тут Цивилизации Или каких-то проявлений Третья очень-очень Большая И научно тут Обоснованная И здесь материала Много И мнений ученых Ну что практически Все НЛО Являют собой В большей или меньшей Степени Еще неизвестные Природные явления Больше всего Людям хочется верить В братьев по разуму Им неуютно Чувствовать себя Одинокими И брошенными Во вселенной Научный сотрудник Московского авиационного Института Вадим Чернобров Придерживается Такой же точки зрения По закону вероятностей Количество Высокоразвитых Цивилизаций Во вселенных Или в нашей вселенной Достаточно велико Измеряется миллионами Время жизни Этих цивилизаций Громадно И за Большое время жизни Мусор Который распространяется Во все стороны В космосе От этих цивилизаций В конце концов Должен был Достичь и нашей земли И мусор Техногенный мусор Падает из космоса На землю И время от времени Мы его должны находить Я например Сто процентов Уверена Что это конечно Не параллельный мир Что это не галлюцинации И не высший разум Но что это Разумное Разумное проявление Других цивилизаций Сторонники Так и инопланетяне И инопланетяне Ну просто на 95% Все эти случаи Это конечно Ну Какие-то технические процессы Которые человек сам Создал У нас просто От дачных участков Недалеко Обнец Город И вообще Очень много там И военных частей И разных Научно-исследовательских институтов Поэтому очень даже возможно На 90% Что это конечно что-то Может испытания какие-то Я беседовал сам с Джорджем Луинфинвал Который вот В Англии Начал собственно Скажем так Бум вокруг этих кругов Последних Значит Идея следующая У нас Что вот так или иначе У нас это как в России Так или иначе Эти круги связаны По-видимому В основном С телурическими токами То есть С энергией Истекающей из земли Не из космоса Не атмосферы Там не отлетающих тарелок А из земли Он согласился с тем Что эта идея Пожалуй так сказать Наиболее сильная При этом мы делали В этой беседе с ним Ряд уточнений И задал вот я такой вопрос Ну Англии сравнительно Маленькая территория Это да Как вот он увязывает Наличие кругов на полях С наличием неподалеку Ну каких-нибудь Энергетических Военных объектов Там военных баз Он подумал недолго И сказал Увязывай Вы знаете Да Неподалеку Вот Очень часто От этих районов Ну там какая-то База находится Или там аэродром Или что-то Вот вон духе Ну а дальше Штулогик Очень простая Если рядом находится Ну например Допустим Не там военный аэродром Там электростанция Да То есть в этом месте Концентрация энергии И в электромагнитном Нормальном диапазоне В каком-то другом Ну не такая Как в окружающей Так сказать Вот местности Поэтому некие Такие вот как бы Подземно текущие Токи Токи Складываясь с картиной Геологической картиной Строения вот там Недр В этом районе Могут приводить К эффектам При которых Возникают Вращательные движения Неких полей Вращательные Потому что Вот почему они называются Круги-то Но как тогда Объяснить Летающие Над ведьминой Кругами Шары Может быть Это тоже Результат Пришедший Не с неба А из-под земли Из-за этих Техногенных Энергий Но тогда Не зашло ли Человечество Уж слишком далеко В своих Экспериментах Перед катастрофой В Чернобыле Был зафиксирован Была зафиксирована Левитация Блоков биологической Защиты Такие свинцовые Такие Саркофаги Короба Такие Которые Вдруг взлетели Поднялись Ну вроде-то Почти чудо Да не как круче Просто в проявлениях Которые Редко очень бывают Ну например С этими кругами Вот Мы как бы Вот как люди Не отдаем себе отчеты Какие мы уже Затронули силы Природные Почему кругов Стало больше Да Какие мы уже Вот телурические Там внутри Вот эти вот Планетарные силы Своей деятельностью Человеческой Затронули Сдвинули С места Вот как бы Не задумываясь На этом А они уже Приводят к возникновению Вот скажем Вот этих вот Пришедшие в уфологию Из инженерии Или науки Напрочь избегают Любых разговоров Об инопланетянах Летчики Наоборот Охотнее поддерживают Именно эту версию НЛО Верить в нечто Вроде НЛО Еще можно Но придерживаться Версии инопланетного разума Вещь более рискованная Для вашего имиджа Можно не верить В НЛО Пока их не увидишь Сам Можно не верить В инопланетян Пока не увидишь Кое-что сам Пойду Пойду Говорю Ребеночка Покажу Вот так Ложечкой Развину У него Два суда Поторчало И язычок А язычок Знаете Такой круглый Не так Как у человека А вот прям Как лопаточка Перед нами Труп непонятного Существа Осмотр его Происходит В городском управлении Милиции Города Кыштыма Который Находится на Урале В одной из деревень Около Кыштыма Летом 96-го года Появилось это существо Его подобрала Местная жительница Одинокая старушка Она приняла Его за больного Ребенка Нашла лежащим На дороге Она принесла К себе его домой Он жил у нее Около двух недель Пока старушку Не забрали в больницу Емка производится 13 августа 96-го года В Кыштымском ГОВД При участии Очевидцев И следователя Севоку Штымского ГОВД Капитар Местиции Бендлина Да, 22 и две десяточки Так, вот Значит, ну можно Размеры еще Конечности взять Так, смотрим Так, четыре Бой Четыре бедра Так, швинат костей таза Так, дуба Три Так, размер Четыре бедра Это старушка Приютила странное существо Она узнала Его гибели Во время интервью С ней на любительскую камеру Сделанная в больнице Старушка плакала Продолжение следует... КОНЕЦ Окончание истории с этой странной находкой еще более загадочна, чем ее начало. Совершенно неясно, откуда появилось в уральской деревне это существо. Но еще более странным выглядит его исчезновение. Трупик существа был отправлен вскоре на различные экспертизы. В одном из НИИ на Урале должны были проанализировать его ДНК. Труп был отправлен в институт, но в институте его так и не получили. Можно долго не верить в НЛО инопланетян, пока не встретитесь с ними сами. Другой вопрос, сколько придется ждать такой встречи и успеет ли она произойти в вашей жизни? Многие исследования и наблюдения русских уфологов подсказывают сегодня соблазнительную идею о том, что эту встречу можно спрогнозировать. Модная теория геокристалла русских ученых Гончарова и Макарова утверждает, что вся наша планета структурирована, как некий огромный кристалл. Расположение аномальных зон, места наиболее частых посадок НЛО, даже траектория их полетов соответствует некой кристаллической сетке. Кстати, древние китайцы еще в 14 веке упоминали о таких тайных знаниях, о своего рода универсальной карте Земли с указанием постоянных аэродромов для НЛО. В Древней Ирландии линии этой сетки называли тропой духа, в средневековой Англии королевскими или прямыми дорогами. Индейцы племени Аймара называли их таки, что в переводе значит «дорога привидений». Речь идет о своеобразных каналах, по которым движется так называемая теллурическая энергия. Образно говоря, НЛО походит на своего рода серфингистов, которые катаются на волнах этих энергий. Остается только узнать маршруты и направления этих волн. Многие наблюдения в одной только России показывают, что аномальные зоны или места свиданий с НЛО постоянны. Значит, о свидании с НЛО можно договориться. КОНЕЦ Вот эти фотографии сняты в районе города Чехово, недалеко от Москвы, в разные годы разными фотографами. Но ощущение, будто их снимали в одно время. А вот НЛО из так называемого Пермского треугольника. Они встречаются там очень часто. Группа энтузиастов-уфологов из исследовательской группы «Рубикон» провела любопытную экспедицию в районе города Красноармейска. В этой аномальной зоне НЛО встречаются местным жителям очень часто. Записанные на любительскую камеру свидетельства способны зашкалить любую статистику по НЛО. А это вот стоит прям, как вот зайдем. Павел на левку. Против часовой. Против часовой. Да, 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 да. И шар так поднялся. Я уже видела, он полетил. И видела машину вот так вот, и ехали, а не остановились. Поскольку я никакой информации не имел об этих, так сказать, летающих объектах, мне это было очень страшно. Мне ноги, так сказать, налились с венцом, я весь, можно сказать, перепугался. Но самое интересное в этой экспедиции оказалось в том, что даже в конце трех ее дней, помимо свидетельств, энтузиасты-уфологи смогли снять само НЛО. Окрестности города Сергеев-Посад. Красноармейская аномальная зона.